Итак, всем привет, с вами EndopGame, и мы начинаем играть в Victoria 3, долгожданная игра, и решила сыграть первую партию для видео, по крайней мере, за Пруссию. Поставим мы цель сформировать Германию, возможно, захватывать какие-то колонии в Африке, возможно, какие-то в Индонезии, Индокитая, может быть, очень-очень попозже в самом Китае, посмотрим. Ну, возможно, что-то еще и в Европе, но там уже, как получится, вариантов, что может пойти, очень много. В первую очередь, мы все построим строительные секторов, стоит заметить, что стоит их строить рассредоточенно, потому что в каждом, построив строительный сектор в каждом регионе, там чуть-чуть увеличивается эффективность строительства, да. Ну, либо же, если вы знаете, что вы будете застраивать какой-то конкретный регион, то вы можете и достаточно плотно построить, это все зависит только от вас, от ваших желаний, как вы застраиваете все. Кроме того, мы не постесняемся сразу же поднять налоги, уменьшить зарплаты, это первое из того, что мы хотим сделать. Профессия стартует с уже некоторым доступным образованием, начнем его увеличивать. И, кроме того, начнем пытаться проводить закон о колониях, чтобы получить доступ к колонизации. Ну, и мы, конечно же, как я и говорил, попробуем вот сюда заколонить. Здесь сразу есть доступ на территории, здесь интерес можно убрать. Вот здесь вот мы попробуем заколонить и оставим еще какой-то плюс. Очень важно для экономии денег мы на данный момент будем экономить на армии. У нас, кстати говоря, очень хорошая стартовая армия по качеству, очень неплохие у нас технологии стартовые по качеству. Но сразу мы начнем исследовать национализм, а затем перейдем к, собственно говоря, паннационализму, чтобы формировать северную, северогерманскую конфедерацию, а затем уже и саму Германию. Также вот построим железную дорогу и правительственное ведомство, потому что у нас, как видите, есть недоступность рынка и недостаточное подседанное налогообложение. Это мы вот этим как раз-таки пофиксим. Кроме того, так как мы построим все много секторов строительных, нам обязательно потребуется много железа. Я уже одно доказал здесь, одно под конец. И когда мы все достроим, то достроим еще сюда побольше. Кстати говоря, как раз-таки вот эти все ресурсы, есть смысл строить более централизованно, потому что у них есть товарооборот за уровень. Причем вот это вот повышается, этот лимит, с помощью технологии. Соответственно, их лучше строить где-то в каких-то точечных регионах. И вместе с железом у нас повысится очень-очень спрос на инструменты. Соответственно, их также мы подзакажем. Также начинаем улучшать отношения. Во-первых, с ближайшими соседями, с ними, с этими вот парнями, которые не в нашем рынке. Мы улучшаем отношения финансирования. Это нам поможет потом их переманить в наш рынок. Кроме того, с Баварией надо быть аккуратным. Австрия часто переманивает. Пробуем мы переманить Люксембург, потому что он тоже аннексируется в Германию. И также мы тут улучшаем отношения с Францией, чтобы она нам сильно не мешала. Замечу, что у них отношения к нам примирение. Значит, мы сможем с ними даже временно подружиться. Кроме того, следует потратить наш авторитет. Тратим мы на то, чтобы подавить юнгелистов. Они будут сопротивляться многим законам. Позже нам нужно будет поддерживать еще другие партии. Юнгеров бы, конечно, тоже подавить. Но пока у них очень много власти. Вниматься мы этим не будем. Лучше используем наш авторитет на то, чтобы получить дополнительные деньги с потребительских налогов. И примерно вот так вот мы их распределяем. И у нас теперь очень неплохой бюджет. Плюс сейчас подстроится что-то. И мы начнем повышать наш ВВП строительством различных ресурсов и заводов. Также я решил подстроить универов сейчас побыстрее, чтобы ускорить наши исследования и быстрее начать все к нам включать. Кстати говоря, вот наконец-таки у нас закон принимается. Достаточно он на самом деле быстро. Так что не наконец-таки. Мы можем подумать на следующим законом. А в следующем мы сменим нашу местную полицию на профессиональную полицию. Потому что сейчас местная полиция дает силы юнгерсам. И не так эффективно. Потому что вот эта полиция уже будет мешать в радикализацию. Ее практически все, кроме юнгеров, поддерживают. Так что мы так и сделаем. Ну и кстати, вот наши колонии как раз-таки. С двух сторон мы начнем колонизировать. Будет это сейчас делаться медленно. Но с технологиями все может ускориться. Кроме того, мы здесь получим сейчас сразу порты. Приятно. Так как мы начали строить железные дороги, нам появилась необходимость в двигателях. Следовательно, надо потихоньку начать их тоже производить. Можно даже прям повыше поставить. И потом мы построим побольше промышленности. Пока что нам нужны именно ресурсы. К сожалению, я вижу, что я все еще нахожусь в плюсе. Значит что? Значит нам нужно подстроить, собственно говоря, еще чуть-чуть строительных секторов. Потому что в этой игре, если вы находитесь в вот таком немаленьком плюсе, и у вас много денег в казне, значит что-то вы не до конца делаете. Вот мы уже находимся в минусе. Другое дело. Кстати говоря, как раз мы принимаем закон. Можно посмотреть, что мы можем принять следующим. А кстати говоря, я заметил, что мы можем повысить колониальное управление. И мы обязательно это будем делать. И можем повысить правоохранительные органы. Также это будем делать. И нужно будет подстроить чиновников. Но пока нужно подумать над законами. Кстати говоря, я же там борюсь с партией евангелистов. Стоит вместе с этим перейти на светскую науку, администрацию и на независимые церкви. Чтобы они потеряли еще больше влияния. И стоит здесь делать тайную полицию. Как раз здесь у нас увеличится эффективность подавления. Мы им пользуемся. Ну и нам пока что надо что-то принимать. Противиться этому только интеллигенты. Но как бы можно пока потерпеть в будущем. У нас с ними будут хорошие отношения. Потому что я больше демократических законов принимаю. В том числе у нас будут хорошие отношения с социалистами, я полагаю. Благодаря строительству рудников и импорту инструментов. Да и в принципе железные мы какое-то время импортировали. Строительные товары подают в цене. Значит там стройки теперь подешевле обходятся. И мы приближаемся обратно к нулю. У нас вот интересный момент. Варкный драматур поддерживает решение. Реформы точнее. Можно использовать. А можно получить перманентный модификатор на престиж. Я думаю возьмем престиж все-таки. И мы наконец-таки исследовали национализм. Что значит что сейчас мы начнем потихоньку интегрировать страны. Вот как раз таки у нас ивент на канцлера. Сейчас пойдет наша интеграция постепенная. Сразу пожалуй идем в панационализм. К моменту когда мы это исследуем я думаю северо-германский союз уже будет плюс-минус сформирован. И мы опять подстраиваем универов. Чтобы опять забустить исследование. Кроме того у нас плюс значит мы можем тратить деньги. Смотрите у нас отношения с Францей такие хорошие. Что они нам предлагают торговое соглашение. Вопрос это будет требовать у нас. Да значит нам придется его отменить. Что нам сейчас нужно все влияние что у нас есть в принципе. Вот Саксония уже присоединилась к нам. Сейчас будем потихоньку продолжать дальше. Улучшать все отношения и интегрировать одного за другим. Кроме того как я построил много универов. Нам понадобится много бумаги. Также у нас тут на рынке нужно подстроим стали. Я уже заказал все уголь. Нам нужно еще также будет построить немного продуктов. И затем жестко ложиться в удобрение. Потому что чуть позже я начну исследовать технологии по удобрениям. И нам они нужны будут в очень большом количестве. Как говорят получили приятный ивент на улучшение принятия закона. Он и быстрее примется. И с большим шансом. Как говоря вы могли заметить что мы немножко в рейтинге падали. Но вот мы потихоньку возвращаемся. Падали мы потому что у нас наша позиция была достаточно высокой только из-за нашей армии. Но так как мы сейчас уменьшили ее. Точнее уменьшили ее качество чтобы сэкономить денег. То позиции мы из армии потеряли. Но уже по нашей экономике чисто мы начинаем догонять. Ну и с интеграцией большей части стран мы в принципе плюс-минус вернемся на свои позиции. А затем если включить заново качественную армию. Это мы будем делать скорее всего не в Австрии. Мы и вовсе можем подняться на позиции повыше. А вот и принятая тайная полиция. Прекрасно. Кстати помните что мы подавляли евангелистов. Вот мы успешно с этим справились. Собственно говоря. Но пока что я еще подержу. У них еще 4.7. Как бы да. Хотелось бы чтобы у них было меньше 4. Нужно подумать что мы хотим сделать с еще двумя сотнями авторитета. Пожалуй я подержу интеллигентов. Хоть они сейчас нас и не любят. Но это временно. Плюс мы низкие зарплаты даем. И это им не нравится. Ну и дебаф все больше снижает престиж. Опять же прямо сейчас для нас это не критично. А вот если говоря мы уже можем начинать пробовать ребят переманивать в наш таможенный союз. Допустим первую страну я уже могу к себе позвать. Да. Посмотрим насчет остальных. Остальные ну тоже кстати говоря. Ну-ка. Да тоже к нам переманиваются. Очень даже успешно. Это только здесь я так понимаю ганновер. Промышленники предлагают нам построить универ без проблем. И постепенно дальше идем к конфедерации. Очень даже хорошими шагами. Как я и говорил придется разорвать торговое соглашение. Оно тем более у нас деньги отнимает на самом деле. Оно да дает отношения но это не так важно. Но с Францией все еще хорошие отношения. Так они будут оставаться долгое время. Но надо присоединять всех здесь немцев. И кроме того поддерживать хорошие отношения с Баварией. Потому что у нее есть реальные шансы перейти под влияние Австрии. Кроме того говоря можно улучшить тут нашего универа с факультурной философией. Обязательно его конечно же берем. У нас тигра потрошитель завелся. Для этого надо чтобы с ним побороться надо улучшить наши правоохранительные органы. Так что давайте так и сделаем. У нас освободилась бюрократия по большему. Потому что мы подстроили. А вот это нам не сильно. Хотя нет причем мы подавляем группы верно. Так что на самом деле очень даже пригодится. Юнкеры потихоньку падают во влиянии. Это очень хорошо. Чуть позже мы уберем их отсюда. И тоже начнем их подавлять. Все говорят тут прекрасный ивент выпал. На снижение турной славы на 10. И я так понимаю это даст обязательство нам. И мы с ним себе турную славу это очень классно. А если перед гонавером это в принципе нормально. И вот у нас кстати говоря уже готов по национализму. Благодаря тому что мы инвестировали побольше в университет. И мы исследовали его достаточно рановато. Идем мы теперь в фармацевтику. Чтобы открыть себе институт здравоохранения. И возможно взять потом хенин. Чтобы начать побыстрее все колонизировать. Но это мы посмотрим чуть попозже. Сейчас же нам нужно побыстрее гонаверкс к нам позвать. Они уже почти согласны. Тут вон. Круточку чуточку еще нам надо. Ну ладно 27 не чуточку чуточку. Но нормально. Уже в реальных цифрах. И пока Австрия никого у нас тоже не перебила. Вот так помните я говорил что я юнкеров уберу отсюда. Настало их время. Меняем их на интеллигентов. Получаем при этом еще дополнительную легитимность. И можно попробовать заменить. Окей. Так они не хотят вооруженные силы. Пускай тогда в принципе остаются. Нормально хотелось бы мне конечно промышленников добавить. Но ладно. И так сойдет. Легитимность стала больше. А юнкерсов теперь можно подавлять. Теперь мы не подавляем евангелистов. У них уже 3.1. Они уже голову свою не поднимут. Теперь начинаем давить инкеров. А вот мы и поймали джек-потрошителя. Прекрасно. Можем временно вести себе дополнительный потребительский налог. Допустим на вино. Произошло неуточное событие. А коновер стал к нам с наберением антагонизма. Это значит что вряд ли я смогу их к себе затащить в наможенный союз. Но посмотрим все равно. Но в случае самое главное остальных всех миноров я затащил. И скоро мы уже объединим в север-германский союз. И вот исследовали мы фармацевтику. Сразу идем за хинином. И сразу можем посмотреть что нам нужно для закона. А вот собственно говоря почему я хотел промышленников. Чтобы себе поставить индивидуальное медицинское страхование. Потому что как можете видеть государственное я пока себе не смогу сделать. Да. Промышленники достаточно сильно бьют по легитимности. Но в целом вместе с вооруженными силами нормально. Кстати говоря они по моему теперь могущественными станут. И дадут нам еще побольше своих бафов. И мы теперь можем поставить себе хотя бы индивидуальное медицинское страхование. Потом конечно надо постараться есть поставить государственное. Так просил я им обязательства. И они стали осторожными по отношению к нам. Надеюсь через какое-то время это сменится на позитивное отношение. И они пересадут нас считать естественным другом или соседом. И вот мы исследовали хинин. Следовательно. Можем начать больше колонить. И здесь у нас... Ну-ка. Блин мы не можем отменить. Здесь видите малярия применилась. Отлично она обновилась. И пропала. И можем начать колонить все намного больше. И вместе с этим у нас открывается новый уровень института. Его мы тоже обязательно берем. И вот уже собственно говоря нам пора начинать исследовать военные технологии. Потому что в один момент нам надо будет воевать с Австрией. А значит нам нужно перед этим исследовать еще побольше технологий. Чтобы наши войска были намного сильнее. И у нас конечно 211 батальонов. У них 285. Мы поднимем где-то я думаю. Да плюс-минус их числа. И на технологиях просто их передаем. А вот и готов. Северо-германский союз. Собственно говоря. Теперь можно посмотреть что мы хотим. Престиж или влияние. Точнее популярность либо влияние. Но конечно же престиж и влияние. Замечим мы уже на пятом месте рейтинга. Обратно. У нас ВП уже очень-очень плотный. Пятый. Видите вот этот буст. Это я перевел наши шахты. Собственно говоря. На новые производственные методы. Здесь немножко попереключал. И вот он собственно говоря прогресс. Теперь мы до присоединения вот этих ребят. И начнем уже нашу войну с Австрией. Дипломатическую и военную. За гегемонию в Германии. Правильно видите тут с этими ребятами. Улучшение. Надо будет переманить как можно больше сторон на нашу сторону. А затем уже начинать войну. В любом случае для первой серии этого достаточно. Более чем. Сформировали мы северо-германский союз. Построили хорошую экономику. Мы с хорошим плюсе. Можем сейчас позволить. Ну не сейчас прямо, но скоро. Начать строить армию. И возможно искать каких-то союзников. Так что ребят, с вами был Дубгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорой встречи. Пока.